Доброго времени, уважаемые подписчики и гости моего канала, которые, я надеюсь, тоже станут подписчиками и постоянными зрителями. Тема сегодняшнего ролика не совсем охотничья, но она очень плотно касается охоты и в частности охотничьего собаководства. И тех, скажем так, собратьев по разуму, которые владеют собаками соответствующих пород. Как вы уже заметили, тема касается скандального законопроекта под номером 7220. Почему этот законопроект скандальный? Да потому что он вызвал широкий общественный резонанс среди обычных граждан, то есть среди всего населения Украины. Ну, может быть, не всего, но, по крайней мере, среди тех, кого это касается. И вызвал споры, разногласия среди самих же депутатов народа. Ну, свое мнение о депутатах я говорить не буду. И сейчас, значит, в этом ролике я расскажу по записанному, составленному плану, что это такое. Ну, во-первых, что это за законопроект. Сам законопроект вы можете почитать, если перейдете по ссылке в описании. Там относительно немного. Достаточно делить в общей сложности час вашего времени, чтобы думчиво посмотреть каждый пункт и принять для себя решение. Так вот, этот законопроект называется, как-то так, о регистрации и содержании домашних и беспритульных, ну, бесприютных животных. Вроде бы, в названии нет ничего такого. Но, тем не менее, по моему личному мнению, кстати, да, здесь все, что я скажу, это мое собственное мнение, которое, конечно, не голословно, а оно основано на той информации, которую я нашел, на мнении экспертов, которые можно прочитать при большом желании в интернете, на мнении обычных, как говорят у нас, паристичных громадян, то есть обычных граждан Украины, ну, и на моих собственных размышлениях, на моих собственных, так сказать, ощущениях. То есть, я уже закон прочитал, законопроект осознал его, эмоционально, бурю эмоциональную пережил, и теперь смог более-менее непредвзято рассмотреть по каждому пункту, что хорошо, что плохо. Итак, значит, в ролике, что из себя представляет законопроект, коротко, потому что его можно почитать. Второе. В чем, собственно, вред, не побудешь этого слова, для охотничьего хозяйства, для охотничьего собаководства и конкретно каждого охотника в целом? Ну, это, в принципе, касается и других владельцев домашних животных, но поскольку канал у меня в специфической тематике, то в первую очередь будет по охоте рассматриваться. Далее. Что хорошего в законопроекте в этом? Я тоже. Ну, чтобы быть объективным, надо рассмотреть. Финансовый вопрос будет рассмотрен. Кому выгоден, кто, вернее, обрадуется от принятия такого законопроекта, не дай бог, конечно. Ну, и, соответственно, кто останется в большущем накладе. Ну, и, конечно же, призыв подписать петицию против принятия этого законопроекта, или, во всяком случае, чтобы его отправили на доработку. Но лучше, конечно, чтобы его не принимали, и я объясню, почему. Петиция уже есть, вы можете перейти по ссылочке, зарегистрироваться на сайте, это займет буквально 5 минут вашего времени, там все очень-очень просто и понятно, и просто нажать кнопочку в поддержку этой самой петиции. Ну, итак, поехали. В двух словах, в чем заключается законопроект? Значит, он состоит как бы из двух частей. Первая часть – это очень интересные правки в уже существующий принятый закон о жестоком обращении с животными. И вторая часть – это непосредственно касается регистрации и содержания домашних животных. Там есть, как это, требования, наверное, да, нормативы какие-то и так далее. Причем, что интересно, большая часть из этих нормативов, которая сегодня подается нам как какой-то ноу-хау, шаг в Европу, шаг в будущее и так далее, эти нормы существовали, еще, как говорится, за царя горохой, даже при проклятом Советском Союзе, да, в этом прошлом, все это уже было. Просто это даже не в другой обертке подается. Просто их вытащили, вспомнили, напомнили. Теперь поехали. Значит, я по поводу вот этих всех пунктов, нормативов и требований буду говорить еще по ходу. Значит, что касается пунктов, которые требования к этому закону. Значит, все животные, ну, в общих чертах, должны быть учтены, в том числе и уличные, должны быть все чипированы, им присваивается определенный специальный там номер, выдается жетон с этим номером, который носится в течение всей жизни собакой на ошейнике. Ну и, в конце концов, нужно будет проходить раз в три года обязательный медицинский осмотр, еще психическую экспертизу, только вот непонятно, то ли для самих собак опасных пород, то ли для их владельцев. Впрочем, по словам самих же депутатов, один из авторов этого законопроекта сказал, что это сущая формальность, то есть вам просто выдадут справку за денежку, соответственно. К этому мы еще вернемся. Ну и еще некоторые прелести, которые, в принципе, я потом позже скажу. Значит, в чем я лично вижу вред для охотничьего собаководства и так далее? Ну, во-первых, этот законопроект, как я уже говорил, содержит ряд поправок к уже существующему закону. И согласно этим поправкам должны будут запретить притравочные станции, должны будут запретить испытания и состязания животных, этих собак, охотничьих пород, с использованием животных, а надо понимать и птиц. А это что значит? А это значит, что в случае принятия вот этого законопроекта владельцы гонщих, владельцы норных собак, уже не смогут получать дипломы по кабану, который, да, по вольерному кабану, так? Не смогут получить дипломы, то есть их собаки, не смогут получить, подтвердить свою квалификацию, получить дипломы по работе с лисицей, да, по парсуку не смогут. А владельцы легавых собак, испаниели, не смогут участвовать в испытаниях по пернатой, то есть по перепилу, по утке, по фазану. И даже, кстати, есть у легавых испытания по зайцу, то есть по пушному зверю. Ну, для тех, кто не в курсе, я скажу, что все вот эти испытания по пернатой, они могут проводиться как без отстрела дичи, так и с отстрелом. В частности, есть такое испытание по фазану, когда легавая должна в поле отыскать фазана, сделать по нему стойку, подать его под выстрел, владелец должен его сбить, и собака потом приносит добытую дичь охотнику. Все это оценивается в сумме, собака получает соответствующий диплом. Вот, так вот, теперь это становится невозможным. Ну, некоторые скажут, ну и что, мол, в этом такого, если на охоту собака ходит. Тут уже идет, может быть, я и не прав, но дело в том, что я считаю, угроза возникает для охотничьего собаководства вообще в целом. Дело в том, что, к примеру, вот собрались выкупить щенка охотничьей собаки. Как вы проверите его рабочие качества? Сейчас производитель, ну, разводчик, да, заводчик собак, покажет вам все документы, дипломы, которые подтверждают квалификацию его собаки о том, что она действительно охотничья, у нее это генетически закреплено и так далее и тому подобное. Когда все испытания этих не будет, как он сможет вам подпределить? Ну, разве что взять вас с собой на охоту. Но этот разводчик, назовем его, условно, там, Вася Купкин, не сможет брать каждого желающего с собой на охоту по целому ряду причин. Вот, а если не будет документального подтверждения рабочих качеств собаки, то недобросовестные заводчики могут продавать вам что угодно. Каких угодно, вроде бы, экстерьер есть, да, но совсем не от рабочих собак. Вот, рабочие качества, как проверить? Только уже, когда щенок подрастет, и вы будете брать его с собой на охоту. А если он не работает, что вы принесете потом собаку владельцу, заводчику, и скажете, забирай, и все, да нет, такого не будет. Эта собака не рабочая, или мало рабочая, плохо рабочая. Она, конечно же, при наличии всех соответствующих документов пойдет, снова ее повяжут, пойдет опять новый цикл размножения, получим еще одну собаку, условно, опять-таки, от нерабочих производителей. То есть, сами, ну, вы понимаете мою мысль, что качество, грубо говоря, да, качество собак будет снижаться, снижаться, снижаться. Конечно, не за один год, но, тем не менее, общая тенденция, понятно. И все охотничье собаководство придет в упадок. И вторая сторона вопроса, которая очень сильно угрожает охотничьему собаководству, это, конечно же, финансовая сторона, потому что за все эти нововведения придется платить, и платить очень немало. Но об этом немножечко позже в разделе «Финансовые вопросы». Что хорошего в этом законопроекте? Хорошего в этом законопроекте, в принципе, то, что вводится очень серьезная административная ответственность для нерадивых владельцев домашних животных, собак, котов, в частности, которые, значит, выбрасывают своих животных на улицу, за это очень серьезные штрафы предусмотрены, почитайте в законе какие, там есть минимальный, максимальный, там до 20 с лишним тысяч гривен. Вот, Аркаша, Аркаша, подожди. Хороший, да, все. Значит, этим законопроектом предлагается ограничить бесконтрольное разведение собак, запретить размножение собак, не представляющих какой-либо там породистой ценности, то есть это беспородные собаки. Это вот, например, как вот у меня собака, у меня есть все документы, паспорт охотничьей собаки, все это самое, но я не участвую в выставках, не участвую там в разведении, в племенной работе и так далее. Вот, в принципе, это тоже неплохо, потому что при должном подходе удастся сохранить линию, скажем так, высококачественных охотничьих собак. Далее, что еще хорошего? Ну, опять-таки, рекомендуется ввести, значит, контроль за выгулом собак. В принципе, нормы уже были. Нормы известны мне были еще, наверное, лет 20 назад. О том, что охотничьи собаки... О том, что собаки опасных пород, а там есть целый список. Кстати, он есть и в этом законопроекте, но я лично помню его. Я еще читал в разных газетах, когда он был намного-намного больше. Сюда входят все собаки служебных пород, собаки бойцовых пород. И сейчас внесли, кстати, некоторых охотничьих собак. Но об этом чуть-чуть позже скажу. Так вот, все вот эти собаки не могут выгуливаться ребенком, подростком, младше 16 лет. Кроме того, рекомендуется ввести, как я уже говорил, психиатрическую экспертизу. Ну, хорошо, если для владельцев таких собак. Потому что собаки серьезные, то есть, тут провели аналог с оружием. В принципе, не могу не согласиться, конечно. Не мешало бы. Но, если все это пойдет так, как положено. Теперь, если говорить совсем уже непредвзято, то, в принципе, и к хорошему можно отнести то, что подразумевается, как бы, что все средства, а все, я уже говорил, все вот эти вся эта регистрация, чипизация и так далее, будет проходить не бесплатно. Средства пойдут на устройство этих уже всем набивших оскомину собачьих, кошачьих приютов. В основном, конечно, собачьих. На котов как-то мало уделяют внимания. Вот. На стерилизацию бродячих животных. Хотя, лично я считаю, что не нужна стерилизация бродячих животных. Нужен просто отлов, усыпление и все, чтобы избавить улицу от бродячих животных. То есть, это будет быстро и эффективно. Но это уже, конечно, другой вопрос. Вот. То есть, будут привлечены дополнительные средства. Ну и, конечно же, можно было бы отнести к хорошему или к полезному наполнению казны. Но здесь большой вопрос. А сколько попадет именно в казну? Ну, куда эти деньги будут распределяться, это уже было сказано. Сколько попадет, значит, в казну, а сколько попадет в карман заинтересованным в этом же вопросе депутатам? Потому что, я так говорю, потому что так уж повелось, что у нас ни один закон не принимается просто так. Обязательно за ним стоят чьи-то финансовые интересы. И вот мы подошли к финансовому вопросу. Прежде чем его рассмотреть, я, кстати, дополню себя сам, что законопроект теперь относит к списку опасных собак некоторых охотничьих породов. В частности, фокстерьера. Вот. Со всеми вытекающими отсюда последствиями. Прежде всего, финансовыми. Итак, переходим к финансовому вопросу. Предлагается этими депутатами взимать граждан за каждую зарегистрированную животинку ни много ни мало 180 гривен. Конечно, сейчас я в сети видел уже послицание тех, кто за этот закон, что, мол, что такое 180 гривен, это сейчас ни о чем. Во-первых, граждане, давайте не говорить за всех. Для меня это очень даже о чем. Я согласен, 180 гривен, это сходить один раз в магазин, купить, в принципе, самое необходимое, но при этом на эти 180 гривен, купив самые необходимые продукты питания, моя семья из четверых человек может жить целых три дня. Я считаю, это не так уж мало. Кроме того, эти 180 гривен далеко не каждый украинец зарабатывает в течение одного дня. И если для рабочего человека, то есть для зарабатывающего более-менее человека, у которого есть доход, 180 гривен сумма, в общем-то, существенная, то что говорить о тех пенсионерах, у которых пенсия вообще там в среднем по стране у бабушки и дедушки там 2000 гривен. У моей бабушки, например, немногим больше 2000 гривен. И вот теперь давайте представим ситуацию, давайте немножечко посчитаем. Вот живет бабушка, ну какая-то абстрактная бабушка в квартире. У нее есть маленькая собачка, беспородная. Есть маленькая кошечка, там котик, беспородный тоже. Это важный, кстати, момент. За регистрацию каждого животного эта бабушка должна заплатить по 180 гривен. Уже получается 360. Далее, этим животным, как я уже говорил, должен будет вживляться электронный чип, присваиваться специальный номер на металлическом жетончике. И неужели вы думаете, что вот этот чип будет выдаваться бесплатно? Я в этом глубоко-глубоко сомневаюсь. И думаю, что будет стоить он совсем не 10 и не 20 гривен. Металлический жетончик с номером тоже будет стоить не 3 копейки. Потому что, ну вы посмотрите, любой брелочек, самый дешевый, сколько он стоит. Это стоит примерно гривен 20. Вот столько же будет стоить и этот жетончик. То есть получаем, к примеру, ну, возьмем с потолка 25 гривен за чип, 25 гривен за жетончик, получаем еще полтинник. 360-й полтинник, ну, округлим в меньшую сторону для удобства. Получаем уже 400 гривен. Все беспородные животные для того, чтобы пресечь бесконтрольное размножение, должны быть в обязательном порядке стерилизованы. Сколько стоит операция по стерилизации животного, зависит от города, в котором вы живете, от конкретно ветеринарной клиники, в которую вы обратитесь, да? Ну, я думаю, это опять-таки гривен 300 в среднем. То есть я когда-то узнавал, что стерилизовать кошку, это было 250 гривен пару лет назад. Ну, добавим немножечко с поправкой на инфляцию. В общем, 300 получается. Итого мы уже имеем 400 и 300, 700. Для бабушки, у которой пенсия 2000 гривен, 700 гривен это очень и очень существенная сумма. Плюс еще, каждые три года, кстати, вот в этом законе, да, значит, закон приписывает каждые три года проходить обязательный медицинский осмотр. Ну, животному, в ветеринарной клинике. Сколько стоит медицинский осмотр? Хотя бы так, поверхностный. Ну, гривен 40-50, наверное, да, там, приема врача. Вот посчитайте бабушке еще за ее кошечку, за ее собачку. Накиньте еще сотню, потому что, понятное дело, это будет первый этот там. Ну, вот уже получается 800. Ну, еще накиньте два паспорта ветеринарных на общую сумму, где-то этот полтинничек на общую сумму. Получается, для бабушки вся эта катавасия, вся эта, все это предприятие, этот законопроект обойдется единоразово для ее кошечки и собачечки ну, в половину ее пенсии, то есть почти в тысячу гривен. Это очень существенная сумма. Вот. А теперь, значит, да, как говорят многие граждане, многие эксперты в интернете, мнения которых можно прочитать, в связи с этим количество бродящих животных на улице резко увеличится. Ну, понятное дело, вряд ли кто-то будет выбрасывать на улицу породистую собаку. Хотя, честно говоря, вопрос уже станет или-или в некоторых семьях, я уверен. Особенно там, где, допустим, муж ходит на охоту с собакой. Ну, у меня, к счастью, таких вопросов, в принципе, не возникает. Да и условия, в общем-то, у меня для содержания другие имеют. Да, но вот в тех квартирах, например, есть какие-то проблемы в тех семьях, сложности, даже уже самой охоты. Вопрос станет ребром. И вот здесь, кроме того, что увеличится поголовье бродячих животных, просто бабушка, ну, она не сможет кормить там своих котиков, собачек. Она их будет выпускать на улицу там как-то или завозить там куда-то. То есть, нормально прибавится. Значит, единственное, кто освобождается, ну, не единственное, а вот кто освобождается от уплаты всех вот этих взносов за регистрацию, это люди, которые берут собаку из питомника, бродячую беспородную или кошку. Это разные вот эти все организации, ну, там, церкви, это все понятно. Вся вот эта накидная на лице нашей земли, это да. Вот эти клубы собаководства освобождаются от уплаты там всяких этих самых. И вот эти все вот волонтерские организации, все эти питомники и так далее. Вот обидно. Почему есть избранная, почему нет? Почему беспородная собака не должна быть? Кстати, за регистрацию типизацию беспородных животных, уличных, по идее, по законопроекту, заплатит государство. Но мы-то с вами понимаем, что все эти деньги будут взяты из нашего кармана, потому что они будут взяты из тех взносов, которые заплатят владельцы домашних животных. Небольшое дополнение по поводу регистрации. Я не знаю, где, как, но, например, любой, по моему мнению, любой нормальный человек, допустим, заводчик того животного, породистого, и так его регистрируют. То есть, как это выглядит? Я взял щенка, какого у меня было. Я с этим щенком обратился в ветеринарную лечебницу, для того, чтобы сделать ему все соответствующие прививки. Одновременно с этим я получил за символическую сумму ветеринарный паспорт международного образца, в котором внесены все сведения о животном, сведения о владельце, адресе и так далее и тому подобное. Кроме того, тут же в ветеринарной лечебнице все мои данные и данные по моей собаке внесли в компьютерную базу данных. Ну, я уж не знаю, эта база является общего государства или как они сотрудничают, не сотрудничают с государством, но все данные уже есть. И при моем последующем обращении уже ведется история болезни, или как она называется. То есть, все записываются, все данные, чем собака болела, какие прививки делаются и так далее. То есть, я и так уже зарегистрировал свою собаку. Какого черта я должен еще дополнительно платить непонятный какой-то взнос, чтобы меня еще куда-то зарегистрировали. Плюс, у меня, допустим, породистая собака, черный интерьер имеет все документы, все. Я при желании, то есть, если я собираюсь участвовать в племенном размножении, выставках и так далее, я должен пойти в клуб собаководства, зарегистрироваться, уплатить там все соответствующие данные, получить разословную, или нет, соответствующие все пошлины уплатить, получить разословную и так далее и тому подобное. То есть, регистрация есть. А в том плане, что некоторые пользователи говорят, когда собака будет зарегистрирована, если она кого-то покусает, владельца можно будет привлечь к ответственности. Да не смешите меня! Вы много случаев знали, вот даже по кривому рогу, когда собака, там, овчарка, там, или бойцовская собака покусала человека, и хозяина привлекли к ответственности. Много! До таких случаев известно, вот хозяин, вот собака, но к ответственности привлекают, дай бог, там, каждого десятого. Все остальные просто каким-то образом выходят сухими из воды. Вот и все. Поэтому этот законопроект, да ни хрена он не решит вот этих всех вопросов. В таких раскладах количество желающих завести себе четвероногого помощника, я думаю, тоже существенно сократится. Ведь мне вот уже приходилось беседовать с одним из наших криворожских заводчиков, мы с ним случайно встретились в УОР, я увидел его объявление, там, как раз он вешал по продаже щенков, и это было еще два года назад. И я просто поинтересовался, что, почему и как. И вот он сказал, что поскольку доллар очень сильно прыгнул, раньше вот он продавал щенков, например, по 400 долларов, а на тот момент, когда мы с ним виделись, уже даже проблема стала продать и по 100 долларов щенков. То есть, смотрите, снизится спрос на собак. Если снизится спрос, значит, многие заводчики откажутся от их разведения. То есть, опять же, охотничье собаководство будет постепенно клониться к упадку. И здесь возникает еще одна опасность для охотничьего хозяйства. В чем она заключается? Она заключается в том, что поскольку люди будут охотиться без собак, возрастет количество ушедших подранков, потерянных, недобранных. А ведь любой охотник должен стремиться, и любой охотпользователь, к рациональному использованию природных ресурсов и так далее. То есть, что это значит? Значит, каждый подранок должен быть взят, должен быть найден. А когда будем терять подранков, здесь прямой ущерб и природе, и охотничьему хозяйству. И нехорошо, в общем, получается со всех сторон. Еще о финансовом вопросе, кстати, это так, я минимум сказал. По вот этим, что я говорил, прохождение психиатрической экспертизы, стоит эта справка 450 гривен. И хотя депутаты убеждают в том, что проблем с ее получением не будет, но опять же, как это, да, человек приходит, на него только посмотрит специалист на лицо, и, ага, ну, вроде бы не дурак. На тебе, Вася Пупкин, справку, давай 450 гривен. Если это с человека, ну, еще как-то более-менее, хотя сумма, в общем-то, тоже существенная. Вот те упомянутые выше 180 гривен, это, чтобы вы понимали, 3 килограмма курятины, или полтора килограмма свинины, чуть меньше полутора. А 450 гривен тоже, ну, примерно в сопоставке. А если это должно будет животное проходить психиатрическую экспертизу, то, вот, допустим, многие держат тех же фокстерьеров не по одному, а по два, по три собаки, это уже получается 450, 450, 900. А если это бабушка держит у себя на приусадебном участке какую-нибудь немецкую овчарку, или, например, бывает вот так часто, вот сейчас все знают, да, там идет на востоке Украины, что творится. Пошел, допустим, молодой парень, владелец бойцовской собаки, ну, собаки бойцовской породы, пошел вот он воевать, и погиб, маме осталась собачка, или там бабушке, если у него мамы, например, нет. И тут такой вот закон, по которому надо заплатить целую кучу денег. Куда эта собачка денется? То есть, либо ее отдадут кому-то, но кому нужна уже взрослая собака с формировавшимся характером? Да никому. Ее просто в самом худшем варианте, и таких, кстати, будет случаев немало, ее просто выкинут на улицу. Но зато, уже эксперты пресловутые подсчитали, и это озвучилось в СМИ, поступление в казну государства от принятия этого законопроекта, от всего этого мероприятия, должно составить около 2 миллиардов гривен. Ну, это как минимум. А вот теперь скажите, сколько из этих 2 миллиардов попадет действительно в казну, а сколько попадет в карманы теми или иными путями вот этим депутатам? Ведь не секрет, что они наверняка там владеют кто-нибудь ветеринарной клиникой, кто-то захочет барыжить вот этими самыми электронными чипами, изготавливать эти брелочки и так далее. Вы помните, может быть, эту историю 90-х с этими ружейными замками, которые замки безопасности в виде такой двух половинок закрывали под спусковую скобу, ставили, закрывали спусковые крючки. Тогда ведь на них срубили бы было очень нехило, а потом это все дело отменили быстренько, потому что начался скандал. Такой вот, значит, финансовый вопрос. Ну, что хорошего, я уже говорил, так это по плану просто я смотрел. Теперь, значит, что вот еще интересного и маразматичного в этом законе, по мнению вообще очень многих граждан, это то, что ответственность за контроль над выполнением этого закона возлагается на нашу доблестную полицию. Ну, во-первых, как будто у них больше нечем заняться. Так только контролировать, а есть ли на моей собачке ошейник с вышеуказанным брелочком, а введен ли ему под кожу, вот в Америке там будет этот чип, да, ну и так далее, и тому подобное. А, это самое, стерилизована ли у меня кошечка, например, да, а нет ли у меня случайно незаконно рожденных котяточек. То есть, вовремя того, что в полиции есть еще чем заняться, теперь представьте пресловутый человеческий фактор. Например, в родном там каком-нибудь городе Энн, в доме, в подъезде побила, как говорится, горшки баба Катя с бабой Любой. И баба Люба набирает полицию и говорит, довожу до вашего сведения, что баба Катя из 30-й квартиры незаконно разводит кошек. И тут, что начинается, прилетают, ну, наша полиция любит прилетать на 4-х или на 5-ти машинах, окружают дом, заходят в подъезд, трезвонят бабе Кате в двери. Ах ты такая, баба Катя, значит, мы у тебя арестовываем, изымаем котят, на тебя штраф налагаем и так далее и тому подобное. То есть баба Катя уже преступница. А отреагировать полиция на сигнал обязана. Кстати, эта самая полиция имеет право, будет, вернее, иметь право по законопроекту изымать животное у человека. Она имеет право это делать даже по уже принятому закону по жестокому обращению с животным. Значит, изымать до выяснения обстоятельств животное. Это как, например, кому-то пришел коп, да, ко мне там, например, посмотрел, как у меня содержатся собаки, ему чего-то там показалось, они что, эксперты, или с ними будет кинолог ездить, или, как я подозреваю, с ними будет ездить одна из шизанутых волонтерок, и вот они будут говорить, у тебя собаки неправильно содержатся, да, но у тебя изымаем, вот тебе протокол, иди в суд. Во-первых, как это, что это за хрень такая, изъять мою породистую, мое животное, которое у меня дома живет, да, куда вы будете его изымать, где оно будет в это время находиться, все это время, в каком-то непонятном, блин, бомжатнике, с какой-то непонятной шапкой беспородной в одной клетке. Ну, одним словом, маразм. И вот, теперь представьте, насколько открывается коррупционная составляющая всего вот этого законопроекта. То есть, сколько людей захотят просто порешать за полтинничек там, или за соточку, то, что котятки родились там, или как. Вот у моего, например, соседа собака беспородная, там, без ничего, привела щенков. Куда их девать там? Вот придут к нему, да, ах, ты сукин сын, нарушил закон, мы тебя оштрафуем, там, минималочка там, 850 гривен, или сколько. А что, он не захочет порешать за 100, за 200 гривен этот вопрос, чтобы к нему больше не приходили. Кстати, стерилизация, за отказ от обязательной стерилизации светит штраф не очень, не маленький, там что-то тысяч за 30 уже. Вот такие вот дела. Еще один момент, еще один пункт. Кто обрадуется принятию этого закона? Ну, тому, кому будет плохо, я уже более-менее сказал. А кто обрадуется? Ну, во-первых, больше всех радуются и скачут разных мастей, разномастные зоозащитники, которые, вся зоозащита, которая, направлена в основном на защиту беспризорных собак. Они думают, что таким образом уменьшится количество бродящих животных на улице. Да вот нихрена не уменьшится, их наоборот только увеличится. То есть, за счет чего они думают уменьшиться? За счет того, что поступят деньги в казну, которые потом пустят на устройство и содержание вот этих питомников и так далее. Неа, никуда они не пойдут, никогда этих питомников не будет столько, сколько нужно, никогда в жизни у нас не сделают достаточно, по крайней мере, количестве площадок специализированных для выгула собак. То есть, может быть, будет одна-две образцовых на город и все. Вот. Количество бродящих животных только увеличится. И еще за счет чего они думают? А за счет того, что, как они думают, куда потом животных девать из питомников? От всех вот этих финансовых взносов от регистрации, вернее, от носов за регистрацию освобождаются те, кто взял животное из приюта. Но скажите мне, положа руку на сердце, а большой ли процент у нас любителей животных, которые взяли себе какую-то непонятную беспородистую собаченку из приюта? Да, есть люди берут с улицы, но с улицы сейчас возьмешь, за нее придется платить, с улиц брать никто не будет. А из приюта кто? Ведь стараются взять кого? Стараются взять какую-то симпатичную маленькую породистую собачку. Там пуделька, спаниельчика и так далее и тому подобное. Вот. Так что я считаю эту проблему нерешимую. В общем, такой вот получился у меня выпуск, где-то эмоциональный, но я постарался быть максимально объективным. И вот, значит, я еще раз прошу всех неравнодушных перейти по ссылке и подписать петицию о том, чтобы этот законопроект не был принят. Во всяком случае, даже если петиция не наберет достаточного количества голосов, уже будет сигнал о том, что люди недовольны и что-то в этом законопроекте не так. И те депутаты, которые находятся в Верховной Раде и выступают против принятия этого законопроекта, у них будет конкретная аргументация. Они смогут не просто так абстрактно сказать, что люди недовольны, а они смогут показать возмущение не только просто в соцсетях, но и вот, значит, петиция, про которую там собралось столько-то подписей и так далее и тому подобное. То есть, они уже не будут голословными и тогда, дай бог, этот законопроект никогда не примут и наши, в первую очередь, охотничьи хозяев и наши с вами кошельки не пострадают. Всем всего хорошего, оставайтесь с каналом на привале, ждите моих новых выпусков с охоты, а также кулинарных, а также много чего интересного. До новых встреч!